Петрозаводск МАШ приступил к изготовлению главного циркуляционного трубопровода для энергоблока атомной электростанции Тяньвань в Китае. Это первый заказ предприятию, который поступил из Поднебесной. Что это за оборудование и как 2020 год завершили на Петрозаводск МАШе, смотрите в нашей новой рубрике «Новости экономики». Всего для седьмого энергоблока Тяньвань будет наплавлено 36 труб, которые затем соберут в 16 узлов главного циркуляционного трубопровода. Защитный антикоррозийный слой наплавляют на внутреннюю поверхность трубы. Процессом сварки управляет компьютер и два сотрудника Петрозаводск МАШе, которые задают и корректируют данные на специальном пульте. На этом пульте сразу мы наблюдаем температуру, наблюдаем все режимы сварки, все токи, все напряжения, то есть все показывается. Если что-то уходит от нормы, мы их корректируем. Сзади есть у нас лента, получается бухты ленты, там около 500-600 килограмм, то есть они подаются в стрелу и, соответственно, как электрод, подаются в сварочную ванну. Все это расплавляется под флюсом, соответственно, подается проволока и флюс. Происходит сварка в защитных газах, вот, электрошлаковая наплавка. Главный циркуляционный трубопровод – это один из основных элементов ядерной установки. Он связывает корпус реактора, парогенератор и главный насос. Это оборудование первого класса безопасности. Процесс изготовления контролируют представители из Китая. Для китайского проекта мы изготавливаем оборудование первого контура, которое непосредственно является энергетической установкой, выработка теплоносителя. Петрозаводск МАШ изготавливает главный циркуляционный трубопровод, 16 трубных узлов, обвязывающие оборудование первого контура, и корпуса насосов ГЦН, которые перекачивают теплоноситель в первом контуре. Всего в Китае сейчас строится 4 энергоблока по российскому проекту. Это первая поставка для Поднебесной, которую готовит Петрозаводск МАШ. Благодаря этому заказу предприятие загружено работой до 2024 года. На сегодняшний день система образующего предприятия АЭМ технологии Петрозаводск МАШ стабильно завершила 20-й год с увеличением объема нагрузки почти на 20%. Планы на следующий год еще увеличить почти на 40%. То есть они уверенно смотрят в будущее. Это стало возможно благодаря реализации с 2018 года проекта по подготовке и строительству в рамках дорожной карты для новых строящихся атомных электростанций и оборудования. Кроме изделий для 7-го энергоблока атомной станции Тяньвань, предприятие будет изготавливать оборудование для блока номер 8 этой станции, а также для блоков номер 3 и 4 для АЭС Сюйдапу. Продолжение следует...